Да, губит людей не пиво, губит людей вода, губит людей не пиво, губит людей вода, да. Всех приветствую на канале Мир Пива, с вами Юль Сергеевна. Сегодня мы будем пробовать пиво Трапис Триппель. Это бельгийское светлое пиво, сваренное на знаменитой пивоварне Вестмале, которое располагается на территории одноименного аббатства Вестмале. Монастырь Вестмале был основан еще в 1794 году. Изначально это был просто монастырь, а статус уже Траписского аббатства он получил лишь в 1836 году. Аббатство было изолировано от окружающего мира императорским режимом, и ввиду экономической этой блокады монахи просто не имели возможности покупать пиво. И тогда первый аббат Мартинус Дон, или Мартинус Дон, да простит меня сей аббат, если я неправильно произношу его имя, он и предложил учредить на территории аббатства пивоварно. И производство пива уже началось в 1836 году. Итак, это Траписское пиво. И, кстати, это аббатство Вестмале входит в шестерку монастырей Бельгии, которые варят именно настоящее Траписское пиво. Вообще Траписцы это ветвь монашеского ордена бенедиктенцев, которая возникла еще в 1664 году. Существует много Траписских монастырей, около 170 или 175, и только 10 по одним источникам, по другим, 7 из них, именно варят настоящее Траписское пиво. И имеют право использовать вот это вот именно слово Трапис на своем пиве. Для того, чтобы иметь право называть свое пиво Траписским, должен быть соблюден ряд правил. То есть это пиво должно быть сварено в стенах аббатства, оно должно быть сварено самими монахами, именно в стенах аббатства Траписцев, оно должно быть сварено самими монахами или под их контролем. Целью аббатства не должно быть получение прибыли, А доход, который получает аббатство от продажи пива, должен быть направлен именно на развитие самого аббатства, на содержание монахов, содержание аббатства, также для благотворительных целей и для различных социальных работ. И вот именно аббатство в Эстмале как раз и имеет право использовать это слово. Тем более, именно это аббатство и является зачинателем тройного стиля. То есть, именно вот это пиво, тропист трипль, является родоначальником вообще сорта пива типа трипль. То есть, такое название, вот это вот само трипль, это обозначает, его используют бельгийцы и нидерландцы для обозначения именно крепкого эля. Именно этот сорт пива был впервые сварен в стенах аббатства и впервые на этикетке именно этого пива и появилось вот это вот название трипль. То есть, пиво было сварено впервые в 1934 году, но затем его рецепт был изменен и окончательно закрепился уже в 1956 году. Рецепт был изменен братом Томасом. Поговаривают, что изначально это пиво было темное. Тим Уэб в своем справочнике о хорошем пиве в Бельгии пишет, что изначально это пиво было темное. И потом в какой-то, в один из праздников монахи решили видоизменить его и сварить его светлую версию. Якобы под влиянием проникших уже тогда в Бельгию светлых лагеров. Ну а крепость они решили оставить прежней. И это пиво понравилось, и тем более еще и стало основоположником вот такого вот пивного стиля. Возможно, вот это именно и брат Томас решил изменить этот рецепт по этой причине. Ну, в общем, это уже история оттаивает. Итак, это светлое крепкое пиво. При его производстве пивоварня использует только экологически чистый продукт. На сегодняшний день пивоварня производит три сорта пива. В Вестмале Дуппель, Триппель и Домашний Экстра. На протяжении всей своей истории пивоварня использует для приготовления пива только экологически чистые компоненты. Давайте почитаем состав. Кстати, бутылочка, дизайн бутылки был разработан еще в 1927 году. Здесь вот надпись такая. Тропист. Тропист Эльбир. Почитаем состав. Так, состав ячменный солод, хмель, вода, дрожжи. Экстракт, начальность начального сусла 21,5. Плотное пиво 20%, 21,5. Алкоголь 9,5. Вот высокое содержание алкоголя объясняется дополнительным спиртовым поражением. То есть, после разлива бутылки в пиво добавляется дрожжи, сахар и оно еще дображивает бутылка в течение 25 дней. Давайте откроем, попробуем, полюхаем. Дымок. Красота. Цвет вообще красивый. Желто-золотистый. Желто-абрикос. Даже такой. Красивый цвет. Такое прозрачное. С таким, с матовым оттенком. В принципе, карбонизация видна. Такая средняя. Пена светло-белая. Такая кремовая. Такая среднепузырчатая. Плотная. Шипит, как шампанское. Шипучая. Класс. Свет вообще. Понюхали. Свежий аромат. Солода. Такой фруктовый, солодовый. Алкоголь вообще не ощущается в аромате. Слабые такие цветочные нотки. Конечно, больше фруктовые выходят на первый план. Цитрусовые. Апельсинчик. Легончик, возможно. Нет такого жгучего, алкогольного какого-то запаха. Вообще не ощущается. Просто вот такой свежий. Хлебный такой запах. Ну, фруктово-цветочный такой. Давайте попробуем. Вообще запах такой сложный. Он будет раскрываться, когда будем пить. Освежающая. Освежающая. Легко так пьется. Вообще, хоть оно и крепкое. Алкоголь не ощущается во вкусе вообще. Пьется легко. Тело такое легкое, можно сказать. Освежает. Ну, видимо, вот эта вот карбонизация. Такая выше средней. Горечь. Горечь яркая такая, но благородная такая, можно сказать. Приятная. Послевкусие такое. Финал такой сухой. Видимо, вот из-за вот этой вот хмелевая горечь и карбонизации дают вот такой вот сухой финал. Нетерпкая. Просто вот такой сухой финал с такой продолжительной горчинкой. Мягкой, пеной горчинкой. Уталяется жажду хорошо. Кстати, вот алкоголь ни в запахе не ощущается, ни во вкусе. И даже вот слабое, слабое вот это согревающее такое. Еле заметное, согревающий вот этот эффект. Еле заметен. В принципе, как будто его тут и нет. Хотя, в принципе, пиво такое плотное, крепкое. Ну, вот интересно. Вообще легко пьется. Запах солода. Слабая такая кислинка. Ощущается такое сочетание фруктово-пряного чего-то. Такой фруктово-пряный вкус. И слабо-слабо так нотки алкоголя, возможно, проявляются. Потому что мы уже, вот пиво немножко и нагрелось. Вот, кстати, когда пьешь, вот эта вот крепость, она дает такой бархатистый, бархатистый такой вкус. Ощущение такое бархатистые. Как будто пена, пену пьешь. Вкусное пиво. Да, вот кислинка такая легкая, еле заметная. И такая мягкая, солодовая сладость есть во вкусе. Ну, вот это вот высокое содержание спирта придает такую бархатистость. Пьешь прям... Такая текстура бархатная. Вкусное пиво, освежающее. Приятно утолить жажду будет летом. Горечь благородная, приятная. Ну, вот сочетание карбонизации, вот этой вот горечи, дает вот такой вот сухой финал. С такой, с продолжительной горчинкой. С приятной, продолжительной горчинкой. Мне понравилось. Пробуйте. Делитесь впечатлениями. Пишите комментарии. С вами была Юль Сергеевна. Увидимся на канале Мир Пива. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok